так далее кадыров говорит что россия дважды извинилась за депортацию это кстати он уже не первый раз говорит я об этом и раньше от него слышал вопрос кадыров где и когда россия дважды перед нами изменилась предъявить пожалуйста доказательство этому где эти где и когда эти извинения были принесены и кем они были принесены почему мы нигде не в открытых источниках мы этого найти не можем когда россия извинилась перед нами за геноцид покажи нам это пожалуйста и еще одно заявление которое прозвучало во время его беседы с этим с иорданскими чеченцами это ящик дословно он он говорит больше всего он говорит кого убивал пророк мир ему усыне аллаха евреев отвечает кадыров я я в шоке ты где это взял кадыров где ты взял эту информацию что пророк мир ему усынял лада больше всего убивал евреев откуда это где вообще информация о том что пророк вообще кого-либо убивал давай начнем с этого но если речь идет о том о борьбе там о сражениях то где ты где ты видел хотя бы кроме одного случая да я знаю один случай из сиры пророка с мир ему усыне аллаха это племя бану порей за это то племя которое сговорившись с урайшитами напала на мусульман тогда медине и за это она это племя было осаждено затем были казнены и их мужчины но которые являлись их армии это единственный случай на моей памяти когда было какое-то сражение с иудеями потому что понапрой это было иудейское время племя но я допускаю что может быть я еще чего-то не знаю может быть да такое вполне возможно но как можно сказать кого больше всего убивал пророк евреев говорит где как если все сражение большинство всех сражений которые были во времена пророка мир ему усыне аллах они были скорой шитами скорой шитами и их союзниками а их союзниками в большинстве своем были другие арабские племена откуда ты взял что больше всего пророка значит боролся с иудеями откуда ты взял эту информацию ты ее ниоткуда не взял ты просто решил поспекулировать на этой теме учитывая что иорданские чеченцы это люди жившие воспитанные в иордании соответственно антисемитские настроения в арабских странах они более сильны соответственно эти чеченцы тоже впитали себя наверняка да это и ты гнешь вот эту вот антисемитскую волну это уже не первый раз когда ты в чечне пытаешься поднять эту антисемитскую волну были до этого заявления всякие чегаторкашные там репортажи где например вы пытались сказать что джахар якобы еврей тем самым как-то ну сделал выставить это в обвинение что ли целенаправленно вы сейчас вот эту вот пропаганду будет антисемитскую делать для чего вы это делаете для чего вы хотите стравить чеченцев с евреями с которыми у нас никогда не было никаких не него и ничего подобного почему вы пытаетесь эту волну поднять и пусть теперь твои мулы в лице шахидова межи его пусть они теперь приведут какое-нибудь доказательство этим твоим словам что пророк мир и моего сани аллаха больше всех значит он у нас боролся с иудеями или как ты сказал и убивал иудеев это дословная цитата ты сказал с кого больше всего убивал пророк миром сани аллаха евреев сказал ты теперь пусть твои мулы приведут этому кого-нибудь обоснование давайте работайте ассаламу алейкум тумсо семья христианская сын принимает ислам как ему нужно относиться к родителям христианам более подробнее расскажи жить в одном доме и так далее он должен относиться к своим родителям по-доброму он обязан хорошо к ним относиться если он принял ислам то он уже обязан к ним хорошо относиться по нашей религии он не должен повиноваться в вопросах касающихся которые противоречат исламу то есть если они ему говорят не совершать намаз допустим отречься от ислама и так далее он конечно в эти вопросы он не имеет права им повиноваться но в любых вопросах не непротиворечащих религий он обязан им повиноваться он обязан быть добрым по отношению к своим родителям это и от доброе отношение к родителям это настолько важно что аллах в одном из аятов ла говорит приводит доброе отношение к родителям сразу после единобожия я сейчас дословно не помню этот аят но смысл а я а я то примерно такой поклоняйтесь аллаху и оказываете ну и по-доброму относитесь своим родителям это говорит о великой важности этого вопроса аллах не привел бы это сразу после приказа повин поклоняться ему поклоняться повиноваться и всевышнем аллаху и сразу же идет доброе отношение к родителям это очень важный момент и здесь если не важно твои родители кто они христиане и там или вообще принципе не верующие люди они твои родители и это тебя обязывает к доброму отношению к ним поэтому но разумеется вопрос если идет речь о неповиновении всевышнему то здесь конечно ты не должен слушаться в этих вопросах ты их ослушиваешься а вот он привел абдул халим шишане привел этот аят твой господь предписал вам не поклоняться никому кроме него и делать добро родителям вот этот аят если один из родителей или оба достигнут старости то не говори им тьфу но это тьфу это они немножко там дословно идет уф я не знаю русском языке наверное тьфу действительно самое близкое к этому но в чеченском языке есть когда человек говорит о фой типа ну как ты короче достал до такой вот есть выражение тебе что-то говорит родитель там и ты говоришь о фая допустим вот нельзя им этого даже говорить настолько до этого представлять в уране отдельно об этом говорится и говорится об этом сразу после веления твой господь предписал вам не поклоняться никому кроме него и делать добро родителям насколько до важность этого момента за ты все время говоришь докажи докажи а сам как докажешь что тебя забрал ислам кадыров и пытал пугал и так далее кроме твоих слов у нас тоже ничего нет как нет ра умал у тебя есть это этот момент признал даудов причем признал его дважды во время первых переговоров со мной он это признал во время вторых переговоров со мной на это признал что тебе еще как тебе это еще надо доказать если и джамбулат умаров это кстати признал есть и сами кадыровские чиновники это признают то как мне тебе еще это доказать томсора лавров и Субтитры создавал DimaTorzok